здравствуйте ребята меня зовут белоусова татьяна геннадьевна я учитель химии сегодня я хотела бы вам предложить порешать задачи которые объединены у нас вот такой темой мы так называем их задачи на пластинке это задачи которые связаны с реакциями замещения которые происходят между металлами и растворами как правило солей связаны эти пластинки с положением металлов в ряду активности соответственно мы опираемся на ряд активности ряд напряжения металла такие задачи бывают с одной стороны и не очень сложными ну к примеру если бы дана была масок например железо опущенная в раствор соли меди и к примеру было бы сказано что сколько получилось бы меди в результате этой реакции эта задача считается простая такие задачи решают обычно в начальном курсе химии решается задача в одно действие но вот сегодня я бы хотела вам показать что такая задача может быть модернизированная она может стать чуть более сложной и так условия такой задачи выглядит следующим образом и так взяли цинковую пластину массой 80 грамм и эта пластинка была опущена в раствор нитрата свинца валентости 2 раствор при этом в таких задачах есть ключевая фраза которая звучит так пластинку подержали некоторое время то есть не говорится что реакция дошла до конца а есть вот эта фраза что пластинка была выдержана некоторое время и по окончании масса пластинки обращаю ваше внимание что уже не говорят что это цинковая пластина оказалась равна 94 и 2 грамма по условию задачи выглядит так а вопрос звучит в задаче следующим образом какая масса цинка в ходе реакции будет растворяться первый вопрос и второй вопрос какая масса свинца будет оседать на данную пластинку значит еще раз в условии этой задачи есть фраза что первоначально была взята именно цинковая пластина она была помещена в раствор соли свинца было некоторое время там удерживалась она и затем пластинку вытащили взвесили и она оказалась по массе такой и обращаю ваше внимание что слово пластинка стоит не написано что она в конце тоже цинковая и так значит как решается такая задача начинаем ее решать с уравнение реакции цинк плюс плюм бума на 3 дважды если мы посмотрим в ряд активности то такая реакция должна идти обязательно по что цинк стоит левее чем свинец и соответственно цинк будет вытеснять свинец из этого раствора получается соль цинка цинк и но 3 дважды но я надеюсь что понятно формула состоя составляется по зарядам у цинка 2 плюс и на 3 минус но а свинец будет оседать так проверим наличие дополнительных коэффициентов как мы видим не требуется а сама реакция является реакция замещения узнаете любопытно в этой задачи то что ее можно решать пятью разными способами причем три из этих способов являются задачами на систему уравнений но на мой взгляд такую задачу можно решить гораздо более легким способом через так называемое уравнение материального баланса и так как выглядит решение тогда задачи между собой связаны цинк и свинец по уравнению 1 моль цинка вытесняет 1 моль свинца но мы практически не знаем сколько весь лиценк прореагировал или он не полностью прореагировал поэтому вводится неизвестное пусть количество моль цинка который реагирует давайте примем за x моль тогда ставим x моль подписываем сверху на цинка но поскольку они связаны один к одному то и свинца будет x моль теперь будем составлять так называемое уравнение материального баланса выглядит это вначале формульным вариантом следующим образом масса цинковой пластинки так что из цинковой пластинки будет уходить будет уходить цинк поскольку он вступает в реакцию солью свинца значит за вычетом массы цинка который реагирует что в это время на цинковую пластину оседает оседает свинец который у нас по реакции получает то есть реагирующий а в результате получается масса пластинки которая у нас получилось в ходе этого процесса вот так выглядит само это уравнение осталось сделать подстановку и так 80 грамм пластина была из нее уходит цинк так малярная масса цинка 65 и его ушло x моль тогда отнимаем 65 x что взамен оседает свинец малярная масса свинца 207 это из таблицы менделеева тоже x и вся пластинка оказалась равна 94 и 2 грамма и посмотрите никакой системы не надо задача решается простым уравнением с одним неизвестным что конечно облегчает такой расчет особенно в тестовых заданиях когда нужно быстро возможно и без калькулятора решать такие задачи соответственно у нас получается разница по иксам 142 x разница по числам 14 и 2 когда мы сделаем переносы в ту и иную часть x очевидно равен 01 а что мы принимали за x за x мы принимали количество реагирующего цинка ну и соответственно седающего свинца осталось найти тогда сколько у нас цинка вступила в реакцию то есть реагирует тогда это будет 65 грамм на моль это малярная масса цинка умножить на 01 следовательно цинка у нас будет растворяться 6 и 5 грамм а сколько же в это время у нас будет оседать свинца а свинец будет 207 но так как его число моль тоже 01 следовательно умножить на 01 моль получается что у нас свинца будет оседать 27 грамм вот мы получили два ответа по задаче ответ масса цинка 65 грамм а масса свинца 27 грамм все задача решена значит я бы хотела обратить внимание только вот на какой еще момент значит чтобы вам были понятны вопросы и ответы которые мы в этом случае могли бы задать итак первый вопрос почему цинк вытесняет свинец вам должно быть понятно потому что в ряду активности цинк стоит раньше чем свинец он его может вытеснить первый вопрос ответ на него именно такой второй почему масса цинковой пластинки и пластинка была цинковая затем пластинка состоит как вы понимаете из оставшегося цинка и свинца стала больше по массе всегда ли будет возрастание массы оказывается это зависит от того какой металл какой вытесняет так как у цинка масса меньше то а у свинца больше поэтому масса пластинки возрастает но так будет не всегда если вытесняемый металл будет легче то тогда пластинка будет соответственно по массе уменьшаться и еще вы знаете иногда в этом случае в этих задачах может не сообщаться сколько пластинка была и стала а могут вообще сказать что пластинка например увеличилась там на 14 2 грамма как реально в этом случае получилось тогда в этом уравнении материального баланса вот эти цифры как в нашем уравнении 80 и 94 2 не будут присутствовать но все остальные компоненты этого уравнения будут просто с правой стороны будет находиться их разница указана в этой задаче и так надеюсь условия и решение этой задачи вам понятны на следующем уроке мы попробуем порешать такие задачи и еще она сегодня у меня все до свидания ребята а